В 2017 году проведено более 300 мероприятий. Представители республики приняли участие в 14 крупных международных форумах и международных и всероссийского масштаба. И таких, как окружные мероприятия. И в этом году надо нарасти количество участников, не только как участников, но и как претендующих на получение гранта на этих форумах. На самом значимом международном форуме Всемирном фестивале молодежи и студентов в нашей республике представляют 40 соревновательных ребят. На Мушуке молодежь нашей республики заняла среди субъектов в Северо-Кавказском федеральном округе второе место. За последние годы создано более 16 молодежных детских общественных организаций и движений. Создано единая ассоциация молодежных организаций. Поэтому здесь надо наращивать потенциал, работать. И те слова, о которых мы говорим, что молодежь – это наше будущее, подрастающие поколения – это наше будущее, конечно, надо внедрять практику в жизнь уже реальным сектором и направлением работы. Следует отметить, что в Ингушетии активно развиваются молодежные общественные организации, молодежные правители, молодежный парламент, молодежные избирательные комиссии, муниципальные молодежные советы. Кстати, здесь огромная помощь от этих советов. Здесь просил бы правоохранительный блок, особенно МВД, активно включать молодежные советы в работу именно в деятельности дружинников и участковых и так далее. Причем потому, что они могут являться хорошим таким подспорьем помощи на местах. В 2018 году объявлен президентом страны Владимир Владимирович Путином годом добровольца, волонтера. Это будет год всех граждан России, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила нашей страны, отметил Владимир Владимирович Путин. Надо на это обратить внимание. Мы одними из первых провели у себя работу по году добровольца, исход добровольца, массовое посвящение волонтера. Также запустили собственное мобильное приложение «Волонтеры онлайн», ну и другие проекты. Уже надо наращивать, и, конечно, волонтерское движение, добровольческое движение, оно должно работать во всех, не только муниципальных образованиях, но и во всех институтах власти республики. На это тоже обратил бы особое внимание. В том числе и развитие наших юноармейцев и других проектов, которые позволяют больше и больше сплачивать людей и воспитывать духи патриотизма и других мероприятий. Надо обратить особое внимание правительству на молодежный форум торгим. Почему? Потому что пока что я вижу, что только по инициативе и по настойчивости Комитета по делам молодежи. Это проект не молодежный, это проект правительственный, поэтому я прошу на это обратить особое внимание. Ну и, конечно, мы должны посмотреть, на каких площадках, на каких уровнях привлекать молодежь, чтобы они уже учились у старшего поколения. Как я уже говорил, и молодежная правительство, и молодежный парламент должны участвовать на заседаниях правительства и парламента, на крупных мероприятиях, которые мы проводим. Поэтому прошу обратить внимание на это и максимально, чтобы наша молодежь училась работать у нас, накапливала опыт у нас уже. В том числе надо поддерживать молодежь. Здесь я тоже могу покритиковать. Мы ряд там воркаутных площадок построили, но сколько я не проезжаю мимо них, они пустуют. Здесь я вижу не совсем добросовестно. Те молодежные советы и другие активы работают в этом направлении. Поэтому постарайтесь здесь максимально заполнить эти площадки. Они должны работать там и создавать новые проекты, новые направления, которые сплачивает молодежь, которые дают ориентиры для нашей молодежи. Ну, особо, конечно, это внимание молодежи к нашему старшему поколению. Я уже говорил перед дедом буквально. Вот то внимание, которое есть к старшему поколению, вот эти традиции обычаи позволяют сегодня нам уверенно говорить, что у нас самое большое количество старцев, старших, которые проживают, старшего поколения. Поэтому это надо сохранить, это надо укреплять. Поэтому здесь я просил бы и Комитет по делам молодежи, и в целом муниципального образования, и правительство уделить этому особое внимание. Если брать направление, потому что особо важно сегодня подчеркивать борьбу с наркоманией. У нас идет активная работа в этом направлении. Если брать масштабы страны, округа, да, мы находимся там чуть ли не на первом месте по минимизации этого направления. У нас не такие цифры, как в регионах. Но опять же, то, что есть, это сегодня очень сильно разлагает общество. Мы все знаем друг друга. Если в другом регионе где-то выявляется какой-то там наркоман, или там кто-то торгуешь наркотиками, и про него никто не узнает, кроме правоохранительного блока и соседей, то у нас это все узнают все вместе. Поэтому здесь очень усиленно надо активно работать с теми, кто, в первую очередь, распространяет это зелье, это яд, это отраву для нашего молодежи, для нашего населения. Ну и, конечно, работать с теми, кого можно уже вытерщить из этого состояния. Те, кто уже попал в зависимость, сложно вылечить. И больше надо здесь профилактику проводить. Я уже говорил об этом. Одними лозунгами, плакатами, баннерами мы задачи не решим. Здесь еще раз подчеркиваю и целом ведомства МОД, на которые уже возложена борьба с этим направлением после ликвидации федерального направления. И общественные советы, и муниципальное образование совместно здесь должны работать. Потому что через профилактику не надо стесняться об этом говорить и на общественных встречах. Я тоже обращаю особое внимание. Дорогие друзья, мы много делаем, много работаем, но одним из главных факторов, которые мы с вами не можем решить, это грамотно показать то, что сделано, и грамотно внедрить эти проекты, грамотно запустить их, чтобы от этих проектов пошла польза для населения. Я уже говорил перед этим, в том числе, и когда мы не успеваем оформить документально эти проекты, объекты. Но особо говорю еще раз, что я возвращаюсь к объектам культуры, к объектам спорта, к объектам образования. Мы их не просто так строим. Это стратегические объекты, которые должны быть многофункциональны в своих муниципальных образованиях, в своих сельских поселениях. Обратите на это очень серьезное внимание. Там, где нет объекта культуры, дома культуры в селе, используйте площадку школы, причем потому что современная школа, которая построена в селе, новая школа, позволяет проводить там и кружковые, и художественные, и творческие, и другие мероприятия. Используйте эту площадку. Там, где нет возможности по линии спортивного комплекса отдельного, то спортзал школы используйте. То есть максимально эти объекты и проекты используйте. Причем потому что иначе мы эти объекты не закольцовываем целым на те задачи, под которые они построены. Я приводил примеры по домам культуры, где дом культуры построен, уже прошло где-то там уже там 3 месяца, а там никто не хочет ничего делать. Поэтому здесь я обращаюсь к правительству. Тщательная аттестация от тех, кого вы подбираете на руководство этих домов. Люди должны быть творческие, люди должны быть понимающие, что такое дом культуры, для чего он создан. И только тогда может быть там какая-то работа. А то, что вы там хорошего человека поставили директором, эта ситуация не спасет. Это обращаю очень серьезную внимание. Ну и конечно нам надо с вами максимально поддержать те проекты, о которых мы говорили. Мацинад года или тех людей, которые вкладывают свои средства в различные отрасли, делаете это чисто из моральных или других аспектов. Поэтому мы их должны поддерживать и максимально работать с этими людьми в плане того, чтобы их и показывать, и про них рассказывать, чтобы эти люди являлись приемлем для всех, кто еще хочет в этих направлениях поработать и участвовать. Как я уже говорил, мы идем на уверенном пути развития нашей республики. Задач очень много и в этом году, и в наступающем году. Эти задачи отражены и в послании президента страны, и в указах президента, и сейчас уверен, что новые указы появятся, новые задачи появятся. Поэтому просил бы, как президент сказал, рубежный характер. У нас есть рубежный характер, когда мы выходим на определенный рубеж стабильности, развития, подъема, а дальше должен быть рывок. В своем послании президент об этом сказал. Поэтому просил бы это тоже правильно понимать. И максимально настроить себя на то, чтобы выстроить работу по созиданию, по развитию нашего общества. Приведу ряд цитат и слов или слова великих наших писателей. Это один из великих русских классиков. Николай Чернышевский, если говорить про патриотизм, говорил такие слова. Патриот – это человек, служащий Родине, а Родина – это прежде всего народ. Поэтому, когда мы говорим про какие-то космические вещи, про какие-то объемы, про работу, мы, конечно, должны всегда понимать, что мы это все делаем для людей, для народа. А народ – это не просто в целом какая-то масса людей, это конкретно один человек. И помощь одному человеку – это решение вопросов целого народа, в том числе в масштабах этого человека. Потому что его проблема, она связана именно с его проблемой. Ну и, конечно, слова хочу провести нашего выдающего поэца Жамалдина Яндиева, где сосредоточен моральный кодекс ингушского народа. И вот из его стихотерения. Есть четыре начальных слова, и каждый народ их вручает ребенку навечно беречь и любить. Слово – жизнь, потому что и он будет время умрет. Слово – смерть, потому что обязан он правильно жить. Слово – Родина, что продавать на базаре нельзя. «Имя, данное матерью, пусть беспорочно несет. Вот наследство, которое всем нам дается, друзья. И отчет от нас будет требовать вечно народ». Опять же, все идет к народу. Поэтому я закончил вот такими словами свое послание. Почему? Потому что они важны, они нужны. И это прочная связь нашего народа со всеми народами страны. И, конечно, с великим русским народом, с великими русскими классиками, поэтами. Поэтому я просил бы всех это правильно понимать и всех идти по пути общего созидания, развития на благо как нашей республики, так и на благо нашей великой страны России. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok